Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Предприниматели Сочи, готовые снести самострой из-за участки, знакомятся с перечнем объектов. Об этом стало известно на совещании по нелегальному строительству. В Сочи задержан браконьер. Он нанес ущерб нацпарку более чем на 6,5 миллионов рублей. В Сочи обсуждают меры борьбы с мраморным клопом. В ближайшую декаду на курорте пройдет фитосанитарная обработка. Сочинка Кристина Корикян завоевала серебро на Кубке мира по самбо. Турнир прошел в Москве. Ну и начинаем наш выпуск с пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Он унес жизни 64 человек. Такие цифры во второй половине дня привел Следственный комитет России. Среди погибших дети, которые приехали отметить начало каникул. Еще 48 человек пострадали, 12 из них остаются в больницах. Очаг возгорания находился возле кинозалов и детских игровых площадок с аттракционами. Один из них загорелся. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он направил главе Кемеровской области Аману Тулееву телеграмму со словами «Сочувствие». Произошла страшная трагедия, унесшая десятки жизней людей. Погибли дети. Невосполнимая потеря и горе для всех жителей страны. Равнодушных к беде нет. Скорбим по безвременно ушедшим, соболезнуем родным и близким. И по поручению Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае проведут проверки всех торгово-развлекательных центров для выявления нарушений в пожарной безопасности зданий. Контролировать эту работу будет первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. И продолжаем выпуск. Госдолг края стал меньше на 850 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщил Вениамин Кондратьев. Как отметил глава региона, снижение зафиксировано впервые за последние 9 лет. В планах в этом году сократить сумму долга еще на 3,5 миллиарда рублей. До этого задолженность региона только росла. Два года назад нам удалось остановить этот процесс. Сейчас мы наконец переломили эту ситуацию и добились реального снижения госдолга. Но самое главное, у нас растут собственные доходы. В прошлом году консолидированный бюджет составил 253 миллиарда рублей. Это больше, чем мы планировали на 23 миллиарда. При этом, по словам губернатора, крайне экономит на развитии социальной сферы. А даже наоборот. В этом году власти увеличивают статью расходов на строительство школ и покупку медицинского оборудования. Телемедицину и высокоскоростной интернет в каждый хутор на Кубани поборются с цифровым неравенством. В нынешнем году в Краснодарском крае к сети планируют подключить 309 учреждений здравоохранения. Это даст возможность врачам в небольших сельских больницах дистанционно консультироваться с коллегами из ведущих региональных медицинских центров. О планах по цифровизации Кубани министру связи России Николаю Никифорову, который приехал в Краснодар, рассказал губернатор. Вениамин Кондратьев добавил, что к высокоскоростному интернету собираются подключить 270 населенных пунктов, в каждом из которых проживают не более 500 человек. Важно, чтобы населенные пункты, которые еще вне охвата возможностей скоростного интернета, все-таки получили эту возможность. Если мы хотим, чтобы дети, которые учатся в школах Кубани, даже в отдаленных станицах и куторах, были на уровне подготовки, который отвечает сегодняшнему дню, конечно, там тоже должен быть интернет. Вот о чем мы и говорим. Возможность в школах пользоваться сегодня компьютерами, именно не просто компьютерами, а в рамках скоростного интернета, это, конечно, уже необходимость, если мы хотим, чтобы поколение, которое сегодня на Кубани учится в школах, было максимально подготовлено к реальной жизни. Мы хотим, чтобы в Краснодарском крае, особенно учитывая возможности вашего строительного сезона, почти круглогодичного, мы должны в 2018 году, с учетом больших планов по подключению больниц, в том числе подключить максимально возможное количество населенных пунктов, потому что это те же самые волоконно-оптические линии связи. Глава Минкомсвязи пообещал помочь в согласовании проектов по подключению к высокоскоростному интернету станиц и хуторов края. Также Николай Никифоров вместе с Вениамином Кондратьевым посетил один из многофункциональных центров Краснодара. Министр пообщался с сотрудниками и посетителями и высоко оценил работу центра по предоставлению услуг для малого и среднего бизнеса. Предприниматели в одном месте могут получить максимальное количество муниципальных и государственных услуг. Предприниматели Сочи, готовые снести самострой за участки, знакомятся с перечнем объектов. Об этом стало известно на заседании межведомственной группы по борьбе с самовольным строительством, которое прошло под председательством первого вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко. Комиссия уже месяц работает в Сочи. В нее входят сотрудники прокуратуры, УВД, регионального департамента по надзору в сфере строительства и муниципального земельного контроля. За время работы межведомственной группы были выявлены 36 самовольных объектов. 29 дел уже направлены в суды. По остальным продолжаются проверки. Акцент сделан на борьбу с самостроями, с признаками многоквартирных домов. Впрочем, подчеркивают власти, самая эффективная мера, которая может повлиять на застройщиков – не судебное разбирательство, а непосредственно снос. В списке те объекты, которые находятся на гостевых маршрутах и по которым уже есть решение судов. После получения исполнительных листов муниципалитет будет готов приступить к демонтажу самостроев. Так как бюджетные средства на это не предусмотрены, был разработан определенный механизм привлечения сторонних организаций. В качестве компенсации расходов им будет передан освобожденный участок. Сейчас у всех устойчивое мнение, что служба судебных приставов не снесет, потому что у них денег нет, что администрация города тоже не может, она может один-два там снести, а у них тоже полномочий на это нет. И как только появится механизм, что поймут, что администрация города будет проводить торги на предмет определения подрядчика на снос, которому в последующем будет передан этот земельный участок, он в принципе, законный механизм этому есть. Поступило уже несколько заявок от предпринимателей, которые посчитали предложение администрации взаимовыгодным. Сейчас они знакомятся с объемом работ и расположением самостроев. И уже в течение нескольких дней будут готовы приступить к сносу. Заявки от предпринимателей принимаются в Управлении капитального строительства. Разработан, на мой взгляд, наиболее действенный и реализуемый механизм по борьбе с самостроями, с незаконным строительством. И я думаю, что мы в ближайшее время увидим уже результаты, это сносы и тот порядок взаимодействия. Те рабочие группы, которые на сегодняшний день проводятся и работают на территории Сочи, это одни из самых оперативных таких подразделений, которые от момента выявления до подачи иска в суд работают очень оперативно и проходит очень небольшое количество времени. Участники совещания также рассмотрели вопрос взаимодействия муниципалитетов, госстройнадзора, силовиков, судов и судебных приставов. В ходе встречи был выработан алгоритм, который позволит провести все необходимые проверки и передать дело в суд не более чем за 15 дней. Галина Моисеева, телекомпания «Ивкаты». В Сочи задержан местный житель, который нанес экологический ущерб нацпарку более чем на 6,5 миллионов рублей. Нарушителя выявили на посту пограничного контроля между приграничными поселками Ахштырь и Ермоловка. При осмотре его транспортного средства, выезжающего из пограничной зоны, было обнаружено более двух тысяч веточек краснокнижной иглицы колхидской, а также две разделанные туши косули европейской, сезон охоты на которую закрыт. Сотрудники краевого погрануправления вызвали на место инспекторов нацпарка и полицейских. Растения, туши животных, а также орудия преступления, охотничье оружие с нарезным стволом тигр и боеприпасы к нему были изъяты. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, а также нарушения правил охоты. В Сочи задержан подозреваемый в краже продуктов. Мужчина пытался пронести их мимо кассы. В отдел полиции Адлерского района поступило обращение от управляющего продуктового магазина. Он сообщил, что неизвестный отказывается оплачивать покупку. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что молодой человек пытался похитить продукты. Сумма ущерба уточняется. Правоохранители задержали 21-летнего жителя одной из закавказских республик и доставили его в отдел полиции. В отношении задержанного составлен административный протокол по статье «Мелкое хищение». По решению суда назначен арест на трое суток. В Сочи в ДТП пострадал двухлетний ребенок. Авария произошла накануне в 8 вечера на Пластунской в районе заправки «Роснефть». По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗовской 99-й модели не избрал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую «Ладу-Гранту». В результате ДТП пострадала двухлетняя пассажирка «Гранты». От серьезных травм ребенка уберегло детское кресло. Оба водителя были пристегнуты и не пострадали. И еще одно ДТП произошло сегодня на Виноградной. В половине седьмого утра пострадал один человек. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лексус» наехал на бордюрный камень тротуара, после чего врезался в бетонную опорную стену, повредив ее. Водитель в результате столкновения получил травмы и был госпитализирован. И к другим новостям. В Сочи ищут методы борьбы с коричнево-мраморным клопом. Впервые в значительном количестве в нашем регионе он был выявлен летом 2014-го. А сейчас ученые отмечают вспышку размножения вредителя. Сегодня в Сочи под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства России прошло совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с коричнево-мраморным клопом. Расскажет Елена Всецина. Дальнейшее распространение коричнево-мраморного клопа нельзя допустить. Такой досаждающий вредитель наносит ущерб экономике. В соседней Абхазии мраморный клоп стал настоящим бедствием. Он повреждает плодовые, субтропические ягодные, овощные, зерновые и бобовые культуры. Потери урожая фундука от 40 до 70%, персика и хурмы 50%, винограда, яблок и мандаринов до 30%. Рабочая группа во главе с первым заместителем Министерства сельского хозяйства России Джабулатом Хотоум вернулась из Абхазии сегодня. В соседней республике будет оказана помощь. Но главная задача – не допустить массового размножения вредителя на юге России. Ученые России предложили дополнительные методические рекомендации. Также производители средств защиты привезли более современные средства защиты. И очень важной является первая фаза – это когда он выходит из спячки. Поэтому речь идет за механическим уничтожением. Для этого надо обследовать специальным полночным группам большую часть сельской территории Большого Сочи и также ряд районов Краснодарского края. Есть опасения, что мраморный клоп может распространиться и стать в южных регионах страны постоянным обитателем, как, например, колорадский жук. Сейчас ученые спешно разрабатывают новые способы борьбы с вредителем. В Абхазии даже объявлен двухнедельный сбор мраморного клопа для лабораторных испытаний. В целом за последние годы на территории Сочи выявлено около 30 новых видов вредителей. Об этом доложил главе курорта Анатолий Пахомову, директор городского департамента по охране окружающей среды. Прежде всего необходимо произвести санитарную обработку растений от вредителей. Знаем, что эти вредители иногда делают огромный вред нашему зеленому облику города. Речь идет, в первую очередь, о сельскохозяйственных культурах, которые необходимо обрабатывать. Когда с институтами, с научным сообществом определяли меры борьбы с лопом мраморным, мы договорились, что будем рассматривать комплексную борьбу с вредителями, потому что они примерно в одно время размножаются, в одно время начинают вредить. Специалисты считают, что стихийной работы по борьбе с вредителями быть не должно. Если каждый сам по себе, то мраморного клопа победить невозможно, так как он мигрирует, перелетает. Поэтому в ближайшие 10 дней организованными группами будет проведена карантинная фитосанитарная обработка муниципальных территорий. Она будет эффективнее, если участники тоже подключатся к данной работе. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Навести порядок на могилах своих родных и близких призывают сочинцев городские власти. Большую уборку традиционно проводят в преддверии Пасхи и Радоницы. О том, как будет организована эта работа, говорили на специальном совещании при главе Сочи. Объявляется месячник по наведению санитарного порядка. Начинаем этот месячник с 31 марта с кладбища. Обязанность родственникам – это навести порядок на могилках. Обязанность кладбища, управления похоронного дела – это организовать вывоз с кладбища все то, что не должно там находиться, чтобы мусора на могилках не было. Месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка в Секубанске. А значит, подобные работы будут проводиться по всему региону. Что касается ближайшего субботника, запланированного на 31 марта, здесь акцент будет сделан на уборку кладбищ, ремонт и наведение порядка на подъездных к погостам путям. На всех 47 муниципальных кладбищах, начиная с 26 числа, будут организованы пункты выдачи инвентаря для уборки и мешков для мусора. Качество проведенных работ Анатолий Пахомов пообещал оценить лично перед Пасхой. Одновременным звоном колоколов сочинские храмы отметят Пасху. В городе 8 апреля будет проведена необычная акция. В день Светлой Пасхи в воскресенье 8 апреля ровно в 12 часов дня во всех храмах Сочи одновременно зазвенят колокола и не будут затихать ровно 8 минут. Такую особенную акцию в честь одного из главных православных праздников в Сочи решили провести впервые. Ее назвали «Здесь живут православные». Самая главная цель и задача этой акции, прежде всего, чтобы человек вспомнил о Боге. Может быть, это кого-то остановит от совершения злых дел. Конечно же, мы приглашаем не только православных верующих на эту акцию, вообще всех жителей и гостей нашего города, потому что это то, что служит объединением всех людей. Кроме того, на территории некоторых храмов курорта будут установлены небольшие передвижные колокольни-звонницы. Все желающие прихожане смогут попробовать себя в роли звонаря. На курорте прошел традиционный литературный конкурс «Проба пера» среди старшеклассников, желающих стать журналистами. Поданы были 82 работы. В этом году на литературный конкурс «Проба пера» приехал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он принял участие в работе жюри и ответил на многочисленные вопросы юных корреспондентов. Крайне интересные темы, вообще удивительно, как придуманы, и сила не в деньгах, а в правде. Человеку холодно без книги. Кто это придумал? Сказка у моря, ну понятно, хотят ли русские войны. Все актуально, все здорово. Я надеюсь, очень скоро этим ребятам уже мы с вами сможем сказать коллеги. В итоге первое место заняла ученица лицея номер 22 Елизавета Абулкина. А на суд жюри она представила сочинение «Я живу в России» о прошедших недавно выборах президента. Соченко Кристина Корикян завоевала серебро на Кубке мира по самбо. Турнир прошел в Москве в Центре спорта и образования «Самбо-70». На Кубок приехали более 300 спортсменов из 30 стран. В первый и второй день на ковер вышли представители различных весовых категорий в соревнованиях женщин, мужчин и в разделе «Боевое самбо». В состав сборной нашей страны вошли победители Кубка России, среди которых сочинка Кристина Корикян. Кристина выступала в весовой категории 56 килограммов и завоевала серебро, уступив в нелегкой финальной схватке самбистке из Румынии Даниэле Пареиньяну. Третьими в этой весовой категории стали спортсменки из Франции и Молдовы. Кристина является спортсменкой и тренером. В Сочи прошли соревнования по настольному теннису в зачет 60-й спартакиады «Динамо». В них приняла участие 21 команда из различных силовых структур. Всего около 70 спортсменов. Соревнования прошли в дружеской обстановке, но сдаваться без боя никто не хотел. В итоге в командном зачете лучшими в своих группах стали команды сочинского ОВД и санатория «Искра». В числе призеров – сборные сочинского ФСБ, ФСО, МУП «Сочи Теплоэнерго» и 10-го отряда пожарной службы. В номинации «Леди турнира» отмечена сотрудница ОВД Наталья Микинина. Параллельно был проведен открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов общества «Динамо». За столы встали 14 человек. Лучшим признан Юрий Сычев. Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и дипломами. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.